Заратустра А потом говорил он так Человек Это канат, протянутый между животным и сверхчеловеком Это канат над пропастью Опасно прохождение Опасна остановка в пути Опасен взгляд, обращенный назад Опасен страх Величие человека в том, что он есть мост, а не цель И любви в нем достойно лишь то, что он Переход и самоуничтожение Я люблю того, кто не умеет жить иначе Кроме как во имя собственной гибели Ибо идет он по этому мосту Я люблю того, кто несет в себе Великое презрение Ибо он великий почитатель И стрела, томящаяся по другому берегу Я люблю того, кто не ищет в небесах За звездами основания для того, чтобы погибнуть И принести себя в жертву сегодня Того, кто приносит себя в жертву земле Чтобы когда-нибудь стала она землей сверхчеловека Я люблю того, кто живет ради познания И стремится познавать во имя того, чтобы жил некогда Сам сверхчеловек Ибо так хочет он гибели своей Я люблю того, кто работает и изобретает Чтобы выстроить жилища для сверхчеловека И для него приготовить землю Животных, растения Ибо так хочет он гибели своей Я люблю того, кто любит добродетель свою Ибо добродетель есть воля к гибели И стрела желания другого берега Достичь его Я люблю того, кто не оставляет для себя Ни единой капли духа Но жаждет быть всецело Духом добродетели своей Так, подобно духу этому Проходит он по мосту Я люблю того, кто из добродетели своей Делает влечение судьбу Только ради добродетели своей Еще ищет он жизнь А не жить более просто так Я люблю того, кто не стремится иметь слишком много добродетелей Ибо добродетель сильнее двух Ибо тогда она становится тем узлом На котором держится его судьба Я люблю того, кто расточает душу свою Кто не хочет благодарности И сам не воздает ее Ибо он озаряет всегда И стремится уберечь себя Я люблю того, кто стыдится Когда счастье сопутствует ему в игре И вопрошает себя Неужели я такой нечестный игрок? Ибо жаждет он все потерять Я люблю того, кто бросает золотые слова Впереди дел своих И всегда исполняет больше, чем обещал Ибо в реальности жаждет он гибели Я люблю того, кто оправдывает грядущее поколение А прошедшее избавляет Ибо жаждет он гибели отныне живущих Я люблю того, кто наказует Бога своего Потому что любит его Ибо от гнева Господа своего Должен он погибнуть Я люблю того, чья душа глубока Даже в ранах ее Кого может погубить малейшие испытания Он охотно идет по этому мосту Я люблю того, чья душа Переполнена настолько Что он забывает себя И вмещает в себя все вещи Так Все, что вмещает он В конце концов становится его гибелью Я люблю того, кто свободен духом и сердцем Того, чей разум Лишь малая частичка сердца его А сердце его Влечет к гибели Я люблю всех, кто подобен тяжелым каплям Падающим одна за другой из темной тучи Набисшей над всем человечеством Они предвещают приближение молнии И гибнут Как провозвестники Смотрите Я провозвестник молнии Я тяжелая капля из грозовой тучи А имя той молнии Сверхчеловек Произнеся эти слова Заратустра снова взглянул на толпу И умолк Вот стоят они и смеются Говорил он в сердце своем Они не понимают меня Не для слуха их речи моей Неужели надо сначала лишить их ушей Чтобы они научились слушать глазами Неужели надо греметь Подобно литаврам И трещать Словно проповедники покаяния Или быть может верят они Только заикающемуся Есть ли у них нечто Чем гордятся они Как же они именуют Предмет гордости своей Они называют его культурой Которые по их словам Отличают их от простых пастухов Поэтому не любят они Предпринимать на свой счет Слово презрение Тогда стану я Взывать к их гордости А сейчас я буду говорить им О самом презренном А самый презренный Это последний человек И снова обратился Заратустра к народу С такими словами Настало время человеку Поставить себе цель Пора ему поставить Росток высшей надежды своей Посадить его Пора еще Изобильная щедра земля его Но придет время И станет она скудной И бессильной И ни одно высокое дерево Уже не вырастет на ней О горе Приближается то время Когда человек уже не сможет Пустить стрелу желания Своего выше себя И тетива лука его Разучится дрожать Это я говорю вам Надо иметь в себе Хаос Чтобы родить Танцующую звезду Я говорю вам У вас пока еще Есть этот хаос О горе Приближается то время Когда человек не сможет Более родить Ни одной звезды Горе Приближается Настоящее горе Время презреннейшего человека Который не в силах уже Презирать даже самого себя Смотрите Смотрите Я покажу вам Этого последнего человека А что такое любовь? Что такое созидание? Что такое страсть? Что такое звезда? Так будет вопрошать Последний человек И недоуменно моргать глазами Земля стала маленькой И на ней копошится Последний человек Который все делает Таким же ничтожным Как он и сам Его род неистребим Как эти земляные блохи Последний человек Будет жить дольше всех Счастье найдено нами Говорят последние люди Бессмысленно моргая Глазами перед этим Они покинули страны Где было холодно Ибо они нуждались в тепле Они еще любят ближнего И жмутся к друг другу Потому только Что им так нужно тепло Болезнь и недоверчивость Считаются у них грехом Ибо ходят они Очень осмотрительно Только безумец Может натыкаться на камни людей Говорят они Время от времени Немножечко яду Он навевает приятные сны И побольше яду Пожалуйста напоследок Так чтобы было приятнее умереть Они еще трудятся Ибо труд для них Это развлечение Но не заботятся о том Чтобы развлечение Это не сильно Утомляло их И не было чрезмерно Не будет уже Ни бедных Ни богатых И то И другое Уж слишком хлопотно И кто из них Захочет повелевать А кто захочет Повиноваться Да И то и другое Слишком хлопотно Нет пастыря А есть лишь одно Большое стадо У всех одинаковые желания Все равны Тот кто мыслит иначе Добровольно Идет в сумасшедший дом А нет Сами знаете Прежде Весь мир был безумным Говорят самые проницательные Из них И продолжают Бессмысленно моргать глазами Все они умны Они все знают о том Что было Так что Насмешкам их Нет конца Они еще продолжают Ссориться Но потом быстро мерятся Сильные ссоры Нарушили бы их покой И Испортили бы пищеварение Есть у них И свои маленькие удовольствия Ну Понимаете Одно днем А другое ночью Но не более И еще Они днем и ночью Пекутся о здоровье О здоровье Мы открыты счастью Говорят последние люди И бессмысленно моргают Так Закончилась первая речь Заратустры Которую называют Также Предисловие Потому что На этом месте Его прервали Крики И ликование Толпы Так дай же нам Посмотреть На этого Последнего Человека Воскликала Толпа И сделай нас Последними людьми О Заратустро Не нужен нам Больше Твой сверхчеловек И все Так ликовали Прищелкивали Языками Но Печалился Заратустро И так Сказал сердце Своем Они Совершенно Не понимают Меня Видно Не для их Ушей Мои речи Уж Слишком Долго Жил я В горах Слишком Часто Прислушивался К шуму Ручьев И деревьев Оттого И обращаюсь Я с ними Словно Пастух Как горы В утренний Час Безмятежно И светла Душа Моя Они Же Эти люди Думают Что я Холодный Насмешник И тешусь Лишь Злыми Шутками Вот Смотрят Они На Меня И Смеются А Смеясь Еще И Ненавидят Меня Я Вижу Лед В Смехе Их Смехе Продолжение следует...